И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл ааронов, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Луки святое благовествование В продолжение пути их пришел он в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Бышь заходящим им и сам в ниде весь некую. Жена же некоем именем Марфа прият его в дом свой. «И сестра ей, бенарицаемая Мария, я же и сердце при ногу Иисусову, слышаше Слово Его». Марфа же, молвивши о мнозе службе, ставши же рече «Господи, не брыжеши ли, яко сестра моя, единумя уставе служите, рцы убо ей дами поможет». Отвечав же Иисус рече ей «Марфу, Марфу, печешися и молвивши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же, благую частисть, брат, я же не отымется от нея». Бышь же, когда глаголуша сия, возвивши некая жена, глаз от народа рече ему «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосца я же истисал». Он же рече «Тем же убо блажения, слышащие Слово Божие и хранящие». Священник Георгий Максимов Как-то раз мой друг рассказывал мне о статье на одном богословском сайте, посвященном празднику введения Пресвятой Богородицы во храм. Суть этой статьи в том, что никакого введения во храм, собственно, и не было, ведь так считают многие исследователи, в кавычках, а многие исследователи, как известно, никогда не ошибаются. «И мне вспомнилось, что когда-то лет десять назад я тоже не верил в историчность введения Богородицы во храм и казался себе по этому поводу весьма умным и продвинутым. Я верил, что это мое собственное мнение, хотя в действительности я его вычитал у кого-то из многих исследователей или даже просто кого-то, кто им поклоняется». Аргумент, который мне казался неотразимым, состоял в том, что само это событие не вписывается в то, что известно об отношении к храму у древних евреев и даже идет вопреки некоторым установлениям, вхождение во храм, доступное лишь для мужчин. «И вот, жил я себе, поживал с таким мнением, а потом, допустим, лет девять назад, вдруг задумался, а разве на моих глазах не бывало исключений, например, в церковной жизни? И речь не про нарушения, а про те исключения, которые происходят явно по воле самого Бога. Разве не бывает такого? И было, и есть исключения из правил случаются, а про то, что они случались и в ветхозаветные времена, сам Христос засвидетельствовал древним умникам. «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?» Евангелие от Матфея, глава 12, стих с 3 по 4. А вот не сказал бы Господь этих слов, и того гляди, нашлись бы нынешние умники, которые состряпали бы статью о том, что эпизод с хлебами предложения, описанный в 24 главе книги Первой Царств, «По мнению многих исследователей, не более чем вымысел, поскольку противоречит закону и ранней иудейской традиции, которая ясно говорила, что вкушение этих хлебов было всегда прерогативой только священников». «Если исключения были и есть, то ведь таким исключением могло быть и введение Богородицы во храм. Вот такая мысль меня осенила». А раз так, то аргумент, о котором я был столь высокого мнения, ничего не стоит. Про многих исследователей можно с уверенностью сказать одну вещь. Это все люди из 20-го, в лучшем случае из 19-го века. И ни один из них не жил при Иерусалимском храме в I веке до Рождества Христова. Чтобы засвидетельствовать доподлинно о том, что тогда было, а чего не было. Все, что есть в распоряжении многих исследователей, это небольшой массив разрозненных сведений из письменных источников и собственное воображение. Причем любой недостаток первого всегда восполняется с помощью преизбытка второго. Свято верить в то, что будто бы историкам документально известен каждый шаг и каждый жест, совершенный 2000 лет назад в одном из помещений одного из городов Римской империи, может только совершенно не сведущий в исторической науке человек. Мне же, слава Богу, и 10 лет назад было известно, что многие исследователи располагают относительно столь древних событий лишь разрозненными сведениями из крайне малочисленных источников, на основании которых пытаются строить с большей или меньшей степенью вероятности теоретические выводы о положении вещей в данную эпоху. Это может очень неплохо работать относительно обычного хода событий, но это бессильно перед исключениями, тем более такими, которым не повезло попасть в исторические источники, записанные очевидцами и сохранившиеся до наших дней. Итак, и если введение во храм Девы Марии могло совершиться не как рядовое событие, а как исключение, то скепсису многих исследователей XX века, сколь бы многими они не были, цена, мягко говоря, невысока. Это не знание, а гадание. А перед гаданием многих исследователей XX века у исторического источника II века, протеевангелия Иякова, записавшего предание о введении Девы Марии во храм, как реальный факт, право на доверие намного больше, как ни крути. Так я подумал лет девять назад и стал допускать историчность введения Богородицы во храм, и по-прежнему казался себе весьма умным, хотя по-прежнему был таким же дураком и не понимал, что все это чепуха, не имеющая к сути вещей никакого отношения. Постараюсь перейти, наконец, к сути, но начну издалека. Почему меня зацепило в свое время то, что я прочитал у кого-то про неисторичность события, которому посвящен этот праздник? Почему я так легко с этим согласился? Неприводимые в его подтверждение аргументы меня сразили. Причина в том, что я, как и тот, кого я читал, стояли на одной и той же исходной позиции, которая сводилась к следующим аксиомам. Первое. Те, кто жили раньше, глупее меня. Второе. Я могу и должен сам, опираясь на доводы своего рассудка, определить, что является истиной. Именно поэтому я так легко согласился с тем, у кого прочитал или услышал идею о неисторичности праздника Введения. Мы шли с ним из одной точки и в одном направлении, поэтому естественно, что и пришли к одному и тому же, к скепсису и оправданиям этого скепсиса. Его идея оказалась столь заразительной для меня именно в силу этого внутреннего сродства и единства умонастроения. Это и есть корень того, что называется модернизм. Этот корень с измойства насаждали в каждом из нас и требуется немалый усилий, чтобы вырвать его из себя. Только стоя на двух указанных выше аксиомах, можно, не замечая всей абсурдности такого сочетания, одновременно полагать себя верующим христианином и считать, что ты лучше знаешь, что было, а что нет с Девой Марией, чем христиане II века, чем святители Герман и Тарасий Константинопольские, святители Григорий Палама и прочие, писавшие об этих событиях как о реальном факте, наконец, чем сама Церковь, установившая такой праздник. Но гордыня даже в столь гротескных формах – это еще, так сказать, полбеды. Вторая половина – это маловерие или попросту отсутствие веры. Если ты называешь себя православным христианином, значит, ты веришь, что есть вечный Бог, который является свидетелем всех событий человеческой истории, который открывает свою истину святым людям как в прежние времена, так и в последние. Веришь, что Он создал Церковь, которая есть столб и утверждение истины – 1 Тимофеев, глава 3, стих 15, которую врата ада не одолеют – Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18, «И в которой обитает Дух Святой, про Которого сказано, научит вас всему» – Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26, «И наставит вас на всякую истину» – Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13, «А значит, ты признаешь, что Церковь не может погрешать или заблуждаться и говорить ложь вместо истины, поскольку Святой Дух, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей Церкви, хранит ее от всякого заблуждения» – послание восточных патриархов о православной вере, член 12, «А значит, ты веришь и признаешь в Церкви то, что ею установлено и проповедано как истина, в том числе и историчность основания праздника введения Пресвятой Богородицы во храм, и если же ты считаешь вымыслом и ложью сказание о введении Пресвятой Богородицы во храм, то значит, ты считаешь, что Церковь говорит ложь вместо истины, ведь здесь все однозначно, это не просто высказывание каких-либо отдельных людей, не чье-то частное мнение, а один из общецерковных двунадесятых праздников с общецерковным текстом служб, с сонмом светоотеческих проповедей на это событие и так далее, «А значит, Дух Святой не хранит ее от заблуждений и не наставляет на всякую истину, а значит, или Бог солгал, или его попросту нет, или одно, или другое, или ты веришь Богу, или не веришь». Вера – это когда ты доверяешь Богу больше, чем себе. Это когда ты не своим умом устанавливаешь истину, а узнаешь ее от того, кто ею обладает. А если ты из Его Слова, открытого, либо через Писание, либо через Церковь, принимаешь только то, что можешь понять своим умом, и соглашаешься признать достойным доверие, то в такой позиции нет места вере. Ты веришь не Богу, а себе самому. Это не вера, это фальшивка. «Если уж верить, то по-настоящему. Если Бог есть, то Он очевидец всего. Если Он создал Церковь и открыл ей истину, то значит, надо свидетельству очевидца верить, даже если это не модно и не популярно в глазах мира. Даже если невообразимое число многих исследователей говорит напротив. Не случайно попускает Господь существование и распространение модернистских идей про неисторичность введения во храм и подобных им. Все это ради нашей же пользы. Популярность этих идей помогает отличить верующего от маловера, и самому человеку помогают определиться, где он по отношению к Богу. Это как с теорией эволюции. Мир твердит, что люди от обезьян, а Бог в Библии говорит, что Он людей из земли сотворил. Вот и выбирай, и зри, к чему твое сердце прилеплено – к Богу или к миру. Но только когда ты начинаешь верить по-настоящему, когда открываешься Богу полностью, без всяких «да», но все кроме «и», да, если только не, только тогда и происходят чудеса, и начинается жизнь, по сравнению с которой предыдущая кажется просто сомнамбулическим существованием. Отрыгну сердце мое, слава благу, глаголю аз дела мои оцарели, язык мой трость книжника-скорописца, правды, и наставит я дивно десница твоя, стрелы твои зашрены сильнее, люди под тобой падут в сердце враг царевый, престол твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия твоего. Возлюбилась и правду, и возненавиделась и беззакония, сего ради помазать, а Божий Бог твой, елеем радости пачи причастник твоих, смирно из тактик оси от рис твоих, от тяжестей слоновых из них живут весели и шатям. Через царей в чести твоей, представь царица одесную тебе, в ризах позлощенных одея на приспи шрену, слыши, тчи и вижди, преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего, и возжелая царь доброды твоей, я занятой есть Господь твой, и поклонившись ему. И тщи тирова с дары, лицо твое помолятся богатые людские, вся слава чере царевы внутрь, рясны золотыми одеяна и приспи шрен. Приведутся царю девы вслед, где я, искренне я, приведутся тебе, приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев, вместо отец твоих, бывший сын и ветвы, поставивший я князя по всей земле, помяну имя твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся тебе в век и в век века. О, милуй мя Боже, по велиции и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче умымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, як о беззаконии мое знаю, и грех мой предо мною есть вынок, тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь и во гресе хродимя мати моя, себо истину возлюбил, еси безвестная и тайная, при мудрости Твоей я явил ми еси, покропиши мя и сопом и очищуся, помыеши мя и пача снега убелюся, слуху моему дать радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отвратилице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти, сердце чисто созижде во мне Божий, дух прав обнови его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Младычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избавим от крови Божия, Божия спасения моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, уст немое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, и все жертвы дал бы хубо, все сожжения неблаговолиши, жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушен и смирен, но Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досозиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертва правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Исподоби нас, Владыка, с одержавением неосуждено, смейте призывать и Тебе небесного Бога, Богца и Глоботи, Господь и сила, и слава, Богца истина и святаго Духа, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Строй и аминь. Строй и аминь. Строй и аминь. Строй и аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok